Доброго времени суток! На всякий случай представлюсь. Меня зовут Петрова Татьяна, я являюсь председателем Европейского научного общества нашего факультета. Рада приветствовать вас на нашем первом большом мероприятии – это семинар «Шаг в мир науке». Надеюсь, что он для всех нас пройдет очень познавательный, узнаете много всего интересного, много всего нового. Хочу отметить, что стенденция в нашем факультете является днем сно, и, соответственно, каждую среду у нас будут проходить с вами встречи, на которых вы сможете задавать какие-то интересующие вас вопросы, они будут с вами что-то обсуждать. Ведущий нашего семинара – доктор физико-математических наук, профессор кафедры криптологии специальных алгоритмов, Парус Юрий Витальевич. Именно он приведет для нас данные мероприятия. Часто слышали, как, допустим, творит художник, писатель, поэт и ученые. То есть, оказывается, формы мыслительной деятельности на некоторых этапах похожи. Во-первых, чтобы какое-то художественное произведение, вы должны быть чем-то впечатлены, набраться какой-то информации, или жизненной какой-то, или что-то вы увидите должны, что-то вас должно поразить. То же самое ученый, он собирает факты какие-то, с ними работает, пытается их сопоставить, объяснить. Потом какая-то стадия, то есть, это такая вот обычная рассудочная, может сопровождаться обычной рассудочной деятельностью, логикой какой-то. Затем что? Ну, какая-то бессознательная скорее, какая-то уже деятельность мозга бессознательная. То есть, в результате которой, допустим, раз осенила поэта, вот рифма пришла, или художника образ увидел, или писателя. То же самое примерно и у ученого. То есть, он бьется, допустим, над решением какой-то задачи, вдруг неожиданно, совершенно необъяснимым образом, ему приходят решения. То есть, очень похоже, то есть, форма мыслительной деятельности. Вот почему, допустим, ну, не только я, но многие ученые, как бы, категорически не приемлют вот это, то, что сейчас называется, искусственный интеллект. То есть, это само словосочетание, оно, как бы, ну, противоречиво. Ну, большинство не верят нормальных ученых, что… То есть, интеллект – это все-таки то, что касается… Да, машина может, там, вот эти… алгоритмическую деятельность, она может осуществлять, то есть, когда мы доведем до какого-то алгоритма, да, но, чтобы вот имитировать процесс вот этого бессознательного, да, человеческого, то есть, творчество связано, скорее всего, с бессознательным все-таки. То есть, нельзя свести творчество к какому-то алгоритму, к какой-то логике. Другое дело, что мы каким-то образом можем управлять, так или иначе, да, вот этими процессами, там, вот, и, как бы, по мере того, как, допустим, зреет там ученый, как таковой, то есть, у него вот эта интуиция. Вот, допустим, Альберт Эйнштейн, вот он больше ценил именно интуицию, то есть, вот физики, то есть, вот физики выделял, то есть, не столько, ну, понятно, что физик современный, например, да, должен быть и хорошим математиком, там, и так далее, да. Ну, кстати, необязательный экспериментатор, в общем-то, может и нет. А вот он больше выделял ту часть, то есть, физикам, но физикам абсолютно не может быть тот, у кого нет воображения, фантазии, да, интуиции. То есть, он больше ценил физическую интуицию, нежели рассудочную, логическую деятельность такую. Вот опять вот нобелевский лауреат Фейман, то есть, очень один из… Вот, кстати, Фейман, вот Эйнштейн, ну, как бы основная идея Эйнштейна, ну, которая до сих пор, в общем-то, будоражит, да, вот многих физиков, то есть, вот пытается, ну, вообще ученых, вот, то есть, Эйнштейн построил всю свою теорию, там, общую и специальную теорию относительно на геометрии. И вот до сих пор, как бы, ученые пытаются, ну, если что-то объяснить, теорию всего, да, то именно с точки зрения геометрии, что это некая сложная геометрия, там, 11, 13 измерений, там, струны, ну, до сих пор мы же слышали, да, то есть, какой-то образ геометрический, что в основе какая-то геометрия. То есть, ну, что противоречит, конечно, квантовой механике, да, с другой стороны. Вот, а Фейман как раз был один из тех людей, который вот эту Эйнштейновскую, пытался продвигать, да, вот эту концепцию, развивать. Вот, и очень достиг серьезных, вот, кстати, вот именно физики элементарных частиц, очень серьезных успехов, ну, как бы, которые повлияли на современную научную картину мира. Вот, если взять, ну, со времен древности, в общем, как мы можем проследить зарождение науки? Ну, да, допустим, взять какие-то культуры, скажем, ну, те же междуречия, ну, древние какие-то там, да, эхасирийцев, там, египтян, то там, скорее, можно сказать, что, ну, знания, ну, то, что мы называем зачатки науки или, там, знания какие-то, там, практически, да, да, они как-то собирались, там, систематизировались, систематизировались, вот, но, скорее, это носило такой утилитарный характер, то есть, ну, ради того, что, вот, если мы имеем эти знания, мы можем, там, допустим, предсказывать, там, когда там будут солнечные затмения, там, когда эти, там, весеннее-осеннее равноденствие, ну, это, кстати, важно, да, это для того, чтобы календарь составить, когда там сеять, когда там пахать, там, в общем, когда там поливать, вот, все это очень важно, да, было в древнем мире, да, вот, для того, чтобы там строить какие-то сооружения, вот, то есть, знания, в основном, как бы, носили такой утилитарный характер. А вот, что касается античности, вот, Древняя Греция, вот, вообще, как бы, удивительная цивилизация, вот, такой маленький народ и, как бы, столько вот внес, да, в развитие, да, вот, современной цивилизации, да, в частности. Вот, то есть, там и философия возникла, и науки, там, искусство, ну, в основном, философия и наука, и даже то, что мы называем научный метод, как бы, зародился, да, в частности, в Греции, то есть, здесь уже, как бы, наука не столько ради науки, а именно, вот, какое-то, вот, у людей была, ну, потребность в истине, то есть, познание истины, то есть, даже, вот, утилитарная часть была как-то вторичная, вот, а именно, были настроены на поиск истины, ну, с одной стороны, может, там, и отрицательные какие-то моменты, ну, были такие, вот, вы помните, да, там, система Птолемей, Аристотель, Птолемей, вот, допустим, настолько авторитетная, что, настолько авторитетные вот эти деятели, да, древнегреческой культуры, что, там, вплоть до 14-го, 13-го, 14-го века, там, допустим, вся наука, ну, как бы, держалась на сочинениях Аристотеля, да, там, или та же система Птолемея, там, использовалась для объяснения, там, ну, астрономических, там, всех этих наблюдений, там, планет, там, движения, вот, и даже, и не сомневались, что, вот, это, да, там, как бы, проверить, даже такие, вплоть до анекдотов, вот, допустим, Аристотель, там, написал, там, что мухи, там, там, то ли 8, то ли 6, там, ножек, и вот, там, 2 философа уже, там, средневековых, ну, это какой-то, не помню уже, кто-то из средневековых таких авторов, и вот они, там, ходят друг с другом, и вот, спорят, там, сколько, а садовник, там, говорит, да, давайте, вот, я вам поймаю, там, вот, посмотрите, сколько нет, там, вот, Аристотель написал, там, не будем никуда смотреть вплоть до того что ты посмотри сколько посчитает или там если посчитал нет это неправильно от аристотель значит это неправильно бракована какая-то муха неправильно там надо будет до таких вот настолько был авторитет вот как говорят тут величие даже измеряется подбрасываемой тени до человека вот так вот величие таких кстати аристотель был воспитателем александра македонского знаете ну а вообще как таковое вот было так называемое понятие техная греческая техника сейчас называется техника да это греческого слова техник техная это ну как бы некое мастерство вообще мастерство некое искусство вообще под техникой и то есть никто не разделял то есть говорили что это ну искусство техника и наука обозначал слот техная еще было понятие философ в принципе туда входило философ и художник и ремесленник то есть вот все как бы все было в комплексе как бы не не разделялась и кстати вот греки зародили ну тоже она с одной стороны немножко затормозила как бы научную революцию вот такое пренебрежение то есть больше такое теоретическое причем эстетическое знание то есть допустим взять платона там у него вот идет гармония сфер там все там соразмерно то есть они представляли вот так природу от космос как некое что-то прекрасное такого соразмерная вот какая-то модель у них была до навязана как бы они и навязывали природе вместо того чтобы и очень так с пренебрежением ну например был такой архимед помните который там занимался практически но то что мы называем технарем сейчас да такие вот высоком смысле этого слова там где-то машины там специально там эти дела там военные машины такие технические винтах архимеда до сих пор до используется в технике спирали архимеда в математике и вот допустим вот такие вот с каким-то пренебрежением относились к ним то есть но какие-то там у триме слиники какие-то там чернорабочие благая то есть какое-то такое было немножко предвзятое отношение вот даже в медицине скажем да и даже дошло до того что скажем средневековой медицине скажем вот врач там какой-нибудь то что называется туда шарлатан эти гомеопаты вот какой-нибудь гомеопат гомеопат он мнил себя что вот он настоящий врач а там какой-то хирург который там чудо там режет там зашивает там извлекает там какие-то ранения там что-то там вот это считалось так тоже какой-то там где-то внизу там такая хирургия практически то есть такое это существовало где-то до нового времени фактически вот про научная революция она связана кстати вот тоже такие выдающиеся от личности да вот мы помним леонардо да винчи например да вот леонардо да винчи кто ну вот он их и он и художник и ученые да и все вместе там и техник там и инженер там что-то там изобретал очень да то есть видите как то все было не дифференцированное вот и где-то только вот начиная с 15 века тот фрэнсис бек бэкон вот так называемый как из философов да он был такой англичанин тот возникновение научного метода в частности с ним связывается впервые как сформулировал да что же такое научная деятельность кстати удивительный человек тоже рекомендую открыть от фрэнсис бекон то есть он оказывается был там и политик там чуть ли не премьер-министр там англии там в конце концов значит причем основные сочинения как он когда он их писал вот но вот наука философа то есть он за него представьте премьер-министр на сейчас бы да таки не бы то очень а трактаты писал его кстати за коррупцию его значит там чуть ли не отдали под суд потом помиловал король ночью снял с должности там вот заказано то что называют сейчас коррупции и вот потом его помело отпустил из тюрьмы и там последние годы жизни это ему за 60 уже было и вот он последние годы жизни там издал от основных своих философских произведений уже так надо в суде делать нечего взятки не несут да можно и и что касается по времени вы меня так ориентируйте показывать еще постараюсь уже так что касается вот исторического экскурса то есть это вот рубеж 16 17 век наверное до 1500 15 16 век вот где-то с этим периодом то есть там какие вот такие личности там декарт да там паскаль коперник коперник 16 век до тихо браги кеплер до законы кеплера вот но и до ньютона да как бы до ньютона ну понятно ньютон это уже точно наука а вот как бы вот преднаука это вот как раз вот идет одни из величину такие действительно величайшие умы вот в истории человечества вот с ними как бы связывают возникновение науки собственно говоря и вот если 16 17 века на то что мы в современном то есть наука в современном понимании да то есть как специфическая деятельность которая имеет свой метод научный вот это 16 17 век и где-то вот 17 век там начало от промышленной революции тут они явно связаны да то есть научная революция и промышленная революция кстати вам рекомендую тоже там отметьте есть отличный такой британский британский сериал британский сериал в ю-тубе можете посмотреть что нам дала промышленная революция так и называется что нам дала промышленная революция там вот история промышленной революции в различных отраслей там и медицина и техника там и военное искусство и строительство вот очень увлекательно так смотрится и становится понятно многие многие вещи так итак резюме да что вот как-то связано все да очень сильно причем да вот культура и наука и техника и все это как бы друг от друга стала разделяется это буквально недавно да то есть но несколько поколений тому назад можно сказать по историческим меркам это вообще чепуха них так и так можно что дать какое определение современно что же это что же такое наука то есть некая область человеческой деятельности направлено на что то прежде всего на выработку поиск выработку и систематизацию до понимания объективных знаний о реальности да о реальности о действительности так чуть дальше и как правило не что в чем конечно конечный этап это ну не просто то есть идет как бы стадии становления любой науки там несколько этапа можно выделить до так называемый период накопления знаний какая-то систематизация ну допустим биология да там зоология там какая-то систематизация потом осмысление как какой-то уже попытка объяснения какие-то гипотезы выдвигаются там опровергается либо подтверждается ну и так далее да то есть ну как бы у нас некий логический аппарат такой достаточно начиная вот простого там допустим систематизация там какая-то логические там противоречия есть нет и кстати с этой точки зрения вот если рассматривать вот появляется ну скажем ну биологию понятно химию возьмем да физику возьмем вот физика очень ярко да то есть здесь как бы вот эти стадии собственно логического до логической обработки вот этого материала который есть поиска нового то есть они как проходят от просто классификации систематизации к развитию логического аппарата и как бы наивысшая форма логического аппарата фактически является математика то есть математика вот например я читаю ну и многие как бы придерживаться что математика это никакая не наука то есть это некий метод это некий универсальный метод то есть это вот развитие логического да понятно что какие-то очень отдаленная да с практика имеет понятие числа, два кресла или три, ну очень такие. А дальше идет уже логика математическая. Другое дело, что, да, допустим, определенные запросы есть, допустим, да, скажем, вот я говорю, скажем, до двадцатого века, допустим, математика стимулировала чем? Ну, в основном механика, физика, вот, и соответствующие разделы математики возникали по запросу как бы, да, по запросу, по заявкам, да, вот в двадцатом веке, в середине двадцатого века можно сказать, что возникли такие разделы математики, связанные, ну, с так называемым управлением, да, кибернетикой, кибернетические, да, математические основы кибернетики. То есть уже запросы появились такие, да, с точки зрения какие-то социологии, социологии, там, общества, управления какими-то большими системами и, соответственно, стали развиваться. Но они как бы развиваются все равно, это внутренняя логика математики, это логический все-таки аппарат. Ну вот, хотя он универсален, применим практически во всех науках, но это назвать как именно науку, как мы понимаем, да, сейчас чуть дальше, что есть объекты, предметы исследования. Так, ну, так, что-то немножко зашел в сторону, к чему я это все говорил. Так, итак, наука современная. То есть, ну, во-первых, здесь что можно выделить? Вот, сейчас к методу перейдем, да, сейчас я к методу пытаюсь вас склонить. Так, итак, ну, это естественное развитие, то есть это становится специализированной деятельностью человеческой, то есть уже, ну, никто там захочет, может заниматься. Во-первых, нужно иметь определенную подготовку, ну, например, сейчас заниматься наукой, да, то есть это нужно иметь соответствующее образование, да, это нужно иметь соответствующие способности, да, можно сказать. Не каждый способен к научной деятельности, прямо скажем. Вот. И, то есть это, естественно, разделение, кооперация какая-то труда ученых, ну, это вот то, что касается к организации, да, научной деятельности, инфраструктуры. Вот. И самое интересное, что в науке может быть самое ценное даже, самое ценное в науке, это даже может быть незнание. То есть знание меняется. Вот была там механика Ньютоновская, да, стала механика там Эйнштейновская. Вот сегодня там такие, да, то есть слышали, да, что истина у нас не абсолютно относительно, ну, научная истина. То есть, да, даже вот тоже хорошую, вот как раз готовился к вашему выступлению, хорошую книжечку прочитал, значит, был такой академик Берг российский, академик Берг, он, ну, биолог, значит, Берг есть в интернете. Вот у него есть книжка «Что такое наука?» Написана, издана в 1922 году. Вот, кстати, примерно в таком ключе рассуждать, вот я за основу взял его, как бы, подход. Так. И самое, как я говорю, скорее всего в науке, вот можно вот такое процитировать изречение, что вот наука как бы вырабатывала свои методы, да, то есть какие-то были эффективными, какие-то неэффективными. Ну, допустим, методы там, начиная от древнегреческих там философов, да, вот, и в конце концов, пока не выкри... пока не сформировался, выкристаллизовался вот так называемый научный метод. Ну, основа, я говорю, связана, скорее, с Фрэнсисом Беконом, даже вот, который впервые, как бы... Ну, то есть можно сказать, что именно научный метод, то есть и с помощью вот этого научного метода, то есть он не просто себя показал, там, логически непротиворечив, хорошо объясняет, а он доказал себя, ну, как марксисты говорили, в общем-то, не все плохо, о чем, ну, не все дурно, что они там принесли человечеству. Вот, по крайней мере, эти рассуждения, в общем-то, вполне обоснованы, то есть они говорят, что, вот, сейчас, то есть Ленин, Маркс, то практика критерий истины, ну, Ленин, по-моему, даже уже, материализм и эмпириокритицизм, ты застал, да, то есть еще в советском учился, да, в университете, вот, была такая работа, да. Вот, кстати, полез туда, в общем-то, вот, как раз в новейшую физику, вот, в начале 20-го века, там пытался разобраться и там попытался чему-то научить, в принципе, кое-что очень так убедительно, кое-что убедительно и существенно, то есть он там, в частности, такой критерий, что критерий истины – практика, то есть если мы понимаем какое-то явление и можем, что, его как-то использовать, то, значит, мы действительно, ну, обладаем какой-то, можно говорить, что мы обладаем какой-то истиной, хотя понятно, что она не абсолютная, может быть, дальше объяснена в более сложных позициях, но, тем не менее. Да, и вот, что же мы говорим о так называемом научном методе, вот, в частности, вот мы говорили о связи там искусства, науки, вот, да, что их отделяет, это научный метод, то есть метод познания, метод познания истины. И с другой стороны, с другой стороны, вот, к сожалению, актуально это и по сей день, как ни странно, то есть вот наука как процесс, в общем, она порождает не только то, что мы называем наукой, но то, что называем там паранаукой, псевдонаукой, лженаукой и так далее, да, то есть есть, ну, действительно, то, что направлено на истину, на поиски истины, и что-то, какие-то, ну, то есть, фактически производство истины и заблуждения одновременно, иногда сознательно, иногда несознательно, ну, допустим, вот, взять тех же астрономов, там, да, вот, там, средних веков, там, или химиков, да, то есть алхимия была, да, алхимия была, ну, же наука, ну, тем не менее, да, вот искали философский камень исходя совершенно из нелепых каких-то там предубеждений каких-то да и много очень фактически что химия зародилась до или астрология допустим до сих пор до до сих пор ну гемоопатия вообще да то есть это понятно с молекулярно там кинетической точки зрения да да что там если там 20 раз там разбавить там ну даже больше да там что там вообще там останется там несколько молекул допустим этого вещества там на самом деле то есть но явный бред с точки зрения но тем не менее до сих пор там спорят даже там еще до сих пор они вот астрология до сих пор астрологи ну что такое созвездие это проекция да она то есть проекция реальных объектов ну на какую-то то что мы называем да там зрительно этот экран на что тут и вот может быть да вот застали даже программа была такая чистая вода пытались через госдуму был такой деятель грызлов у нас да может помнить и петрик уже ученый такой яркий такой представитель он пытался даже какие-то там миллиарды там эти фильтры петрика там были шумиха была там то есть использовал для этого спикера госдумы чуть ли не до премьер-министра добрался чтобы вот слава богу тогда академия наука стояла кстати комиссия есть по лженауке вот в академии наук тоже на интересной книжке там был круглого академик и уставлял интересно книжки написал там ученые с большой дороги сойдет силовых министерствах тоже этих всяких там аферистов там типа гробового там а в конце 90-х годов был министерстве обороны это действительно был значит как же ну там подел астрология военной астрологии значит смысл чем был что от военная техника тут танк там выпустили там такого-то там 13 там ноября там 1977 года и вот на него на технику типа гороскоп на составить и вот там как он там будет дальше так реально реально так но потом эти в кгб там всякие экстрасенсы там вот в мвд то есть в мчс в общем ужас это 90 года вот недавно не знаю даже сейчас может быть шойгу там чем там сейчас творит но у него дословно сесть к этим делам вот в мчс кстати вот как он ушел так все этих всех вычистили выгнали там остатки вот то есть до сих пор кстати это реально актуально и как же и как же отличить вот кто перед вами да то есть они настолько хорошо маскируются да вот эти деятели под как бы научных работников там деятели что действительно что-то вот как же отличить а очень просто пользуется ли он научным методом то есть научный метод он использует или не научный метод кстати счет пока не забыл вот был такой физик ландау советские российские да вот он интересно там даже деление наук что науки делятся на естественное там неестественное противоестественное тоже интересно но он не любил очень философов там но всех этих социологов вот так вот рассуждал так итак научный метод но я как бы более так вот это не помню уже автора мне понравилось как бы его ну это не строгая ну понятно как бы изложение то есть первое правило научного метода то есть это что любое научное утверждение должно быть доказано то есть ничего не принимается на веру то есть как бы нам не хотелось там какой бы авторитетный ученый не был то есть науки нет авторитета то есть это такая область деятельности очень демократичная очень демократичная тут нельзя сказать что вот я там профессор там вы студент всю там вы имеете право задавать вопросы спорить поправлять меня там через пожалуйста да то есть это не то есть это естественно то есть для научной деятельности И для образователя тоже, кстати. То есть любое утверждение должно быть доказано тем или иным способом. Если это может быть даже математически доказано, может практически эксперимент и так далее, наблюдение. То есть каким-то образом должно быть доказано. И способ проверки. Способ проверки. То есть если выдвигается какое-то утверждение, ну допустим какая-то гипотеза, мы ее должны проверить. И даже тот, кто выдвигает, ну например, классическая общая теория относительности. Допустим, как ее проверить? Сразу проверка, пожалуйста. Во-первых, это... Кстати, какие два способа проверки? Общая теория относительности. Ну это общая теория относительность, что масса влияет на пространство-время. Как-то искривляет его там. Значит, ну два способа. Это, во-первых, от орбиты, да, планет вокруг Солнца, например. Как они? По эллипсу, да? По эллипсу. Движутся. Значит, если... Ну ньютоновская механика работает. Ну этот эллипс там, ну на него как-то другие планеты влияют, но не сильно. Он практически вот остается на месте. Вот движется и движется все по эллипсу. То есть эта ось эллипса не должна поворачиваться. А вот, допустим, если все-таки, да, там как-то продавливает Солнце, да, своей массой, как бы, да, грубо говоря, мы представляем, да, как-то продавливает пространство, время. Ну, то ближе к Солнцу, да, да, время замедляется, да, там, когда планета, ну, когда в этой, как она, перигелии, апогелии, да, филии, перигелии. Значит, если ближе к Солнцу, здесь время как бы замедляется для планеты, да, дальше там отдаляется. И в результате этого, что ось, большая ось должна, что, вращаться эллипса. То есть это чисто общая теория относительности эффект. Вот, пожалуйста, посмотрели, вот движение Меркурия, ну, наиболее близкое, ярко, да, вот это проявляется. Вот, пожалуйста, есть, есть, механика Ньютона не описывается. Это общая теория относительности объясняет. То есть, потом, там, буквально в 90-м году сразу там поехали астрономы, взяли там эти телескопы такие переносные. Там какой-то остров, экспедиция, солнечное затмение смотреть. То есть, вот Луна закрывает солнечный диск, значит, вот та звезда, которая находится за Солнцем, она не должна быть видимой. Ну, потому что она внутри солнечного диска, проекция солнечного диска. Ну, за счет гравитационной вот этой линзы, то есть, она видна. Посмотрели, да, Луна закрыла вот эту часть, звезда, которая не должна быть видна, она видна. Все, значит, вот, пожалуйста, да. Ну, также вот и другие такие вот научные, такие, значительные вот такие вот теории, они предлагают даже способ проверки. Ну, естественно, что любое научное утверждение, в принципе, может быть опровергнуто. То есть, принципиально, принципиально есть возможность опровержения, может быть и, ну, здесь как нужно, можно понимать. Вот, допустим, Ньютонова механика, но она до сих пор работает даже в астрономии, там, спутники запускаем, ракеты. Все работает, ну, до определенных что? До определенной точности. Если нас, там, какие-то, там, миллионные доли процента не интересуют, все, пожалуйста, все описывается, все нормально. То есть, полностью не отвергается все равно, да, то есть, хотя она противоречит тому-то, всему-то, да. То есть, как картина мира, она уже не может использоваться, да, как объяснение картины мира, Ньютоновская механика. А для практических целей, вот, хотя для картины мира уже вот общая теория относительности, а там, может, еще что-то появится. Так, дальше, ну, это логичность, да, то есть, не должны, не должны, ну, во-первых, установлены уже закономерности, да, то есть, она не должна противоречить новое, если новую закономерность вы там утверждаете, то она как-то должна быть в согласии, ну, как экспериментальном, так и логическом, да, каком-то. То есть, это законы логики. Так, и какое-то объяснение, да, то есть, объяснение логическое, почему оно именно выполняется, каким образом. Так, ну, и уже больше, как бы, может, относиться к научной, даже, этике, да, то есть, как правило, вот, если такие вот настоящие ученые что-то там, допустим, выдвигают, да, да, какую-то новую, новая гипотеза, новая теория, они честно говорят о том, что вот, ну, вот я, допустим, вот не могу вот решить, там, допустим, разобраться, вот, скорее всего, может быть, вот это вот не позволит этому утверждению быть истиной, да, то есть, они честно указывают на, ну, возможные недостатки или, возможно, слабые места, чтобы другие исследователи, то есть, вот, допустим, я там, ну, какую-то там закономерность, вот, вроде бы, установил, но до конца не уверен, вот, приглашаю подумать вместе, да, вот, у меня смущает вот то-то, то-то, вот, я так думаю, вот, пока не могу там объяснить, вот, и вот, допустим, научные публикации, допустим, пишут ученые, он, ну, показывает, что вот он до конца не уверен, вот, приглашает других, да, других, как бы, принять участие, и так называемая бритва Акама, да, то есть, помните, да, что, слушали, то есть, это когда мы что-то там должны, там, объясняют, да, объясняя, допустим, какую-то совокупность фактов, мы настолько сложное объяснение, да, что что-то такое там генерируем, то есть, как можно проще пытаться, ну, это не то, что, может быть, оно действительно очень сложное там объяснение, но, тут, скорее, как, что нужно начинать, Начинать с версии, ну, как расследование преступления, да, как расследование преступления, тоже установление истины в какой-то степени, да, то есть мы вначале самые простые версии, да, отрабатываем, потом, ну, какие-то уже там, если не получается, то уже к более сложным перейдем, ну, что-то нечто подобное и в науке. Так, и вот в целом, ну, в целом можно вот, ну, некое такое вот развернутое, развернутое определение вот научного метода, то есть сюда входят и категории, и какие-то принципы, и методы обоснования, некие эталоны, образцы, то есть вот то, что мы подразумеваем, то есть на самом деле, как бы научный, научный метод, это, ну, нечто такое вот более комплексное такое, да, то есть нельзя какое-то совсем простое определение, но, тем не менее, ученые очень хорошо понимают, то есть настоящий ученый, который сформировался, да, ну, он хорошо понимает, ну, примерный алгоритм деятельности своей, то есть как он себя должен вести, как себя не должен вести, да, что обязательно вот входит как-то у него уже, да, как бы интуитивно такое вот уже есть понятие, вот. И теперь, да, тут объективность и воспроизведение экспериментов, там, адекватность экспериментов, ну, и так далее, да, то есть вот не будем долго это обсуждать, там уже в процессе может быть дальше на других каких-то занятиях, уже конкретное приложение научного метода. Так, и вот хотелось еще ближе уже, как бы, к нам, к студенческому научному обществу, ну, попытаемся себя найти, вот, чем мы примерно будем заниматься, вот вы, допустим, то есть вообще наука, и вы правильно, совершенно правильный выбор сделали, да, сейчас совершенно правильный выбор, что именно первый, второй курс, это как раз то время, когда вот нужно попробовать, да, ну, а вдруг получится, ну, вдруг вас, будет привлекательна для вас научная деятельность, хотя я говорю, что тут какие-то меркантильные вот такие соображения, ну, то тут они вряд ли уместны, наверное, все-таки, допустим, занимаясь там практическими какими-нибудь делами, да, можно гораздо больше денег заработать там и так далее, себя обеспечить, вот. Ну, с другой стороны, качество жизни совсем другое, вот, поверьте мне, вот, что у ученых, ну, это некая, ну, может быть, плохо говорить, что это каста, да, ну, вот. Ну, сейчас вот, между прочим, если наших послушать, вот этих идеологов, там, цифровизация, там, Грефа, там, он прямо говорит о кастовом обществе, что сейчас, все, кастовое общество, это такие, это первый сорт, это высший сорт, это это, эти ничего не должны знать, этим нужно дать образование, этим не нужно, и так обойдутся, в общем. Вот, это вот некая, да, можно сказать, каста такая особая, да, ученых, то есть свои, как бы, у них, да, даже, по-моему, не в сбор, да, сказал, ну, это шутку, конечно, не, что есть сообщество, которое гораздо страшнее бандитского, это сообщество ученых. Ну, иногда, в общем-то, ну, в такие, в такие попадаешь события, что, в общем-то, вынуждены признать, что он в чем-то был прав, вот, к сожалению. Так, и вот, сейчас, да, вот, теперь, все-таки, вот, виды исследований, понятно, там, исследования, там, там, микромира, там, теоретическая физика, там, еще что-то, да, очень интересно, но, как бы, да, мы все-таки, ну, тут вуз такой у нас, технически, все-таки, да, вот, ну, на самом деле, тот же, фактически тот же научный, вот, я, например, физик, вообще, как бы, базового, да, то есть, я кандидатскую по физике, и докторскую по физике защищал, причем, теоретическая физика, там, в какой-то степени, да, там, там, сверхпроводимость, там, теория Ланда, фазовых переходов, ну, и практическими делами занимался, допустим, кандидатская, там, обосновал такой метод акустической миссии, там, ну, физические основы метода акустической миссии, неразрушающая контроля. Вот, потом, ну, так сложилась судьба тогда, там, и управленческими вопросами занимался, да, там, и математическим моделированием, там, риски, социотехнические системы, надежность. То есть, на самом деле, вот, если человек водеет научным методом, он практически, ну, универсальный, ну, может, там, допустим, в теоретической физике, там, немножко сложнее, там, заворот мозгов, там, эти теории, там, не очень очевидные, очень абстрактные все, да, или в математике, допустим, чистой математике особенная. Вот, а, допустим, все, что связано, допустим, с прикладной математикой, вот, я даже, вот, рекомендую, да, вот, допустим, технарям, технарям, да, ну, так, грубо говоря, да, вот, я, допустим, нашли диссертационного совета, вот, что же, да, именно по техническим наукам, вот мы, вот, Николай Владимирович, вот, Николай Владимирович может подтвердить. Вот, очень, то есть, и в технике очень много творческих, много точек приложения творческого, допустим, тоже изобретательство, да, там, изобретите, попробуй, там, какой-нибудь технологический процесс усовершенствуй. То есть, на самом деле, очень интеллектуальная деятельность, и она мало уступает, допустим, по напряжению, по всему, да, вот. Здесь, вот, мы, как все-таки представители математики, да, вот, рекомендуем, вот, универсально, вот, если вы подходите, то есть, любую, любую задачу, то тоже техническую, да, или экономическую, да, но юридическую, я не знаю, тут, скорее, логика, информационная технология, кстати, тоже, вот, тоже надо подумать. Вот, ну, то есть, любую, можно с точки зрения математики, да, то есть, везде есть место для математического моделирования, вообще, абсолютно везде, для логического моделирования абсолютно везде есть, вот. Вот, и, кстати, очень больших успехов занимаются те, те, как бы, ученые, научные работники, профессорское преподавательское состав, которые занимаются техническими какими-то проблемами, но, допустим, с очень хорошим знанием математики. Вот, очень больших успехов добиваются. Да, и вот, в частности, по исследованиям, вот, подразделяется, хотя это тоже условно, вот, где фундаментальное, где, ну, слышали, да, фундаментальное исследование прикладное, когда оно перестает, оно может начинаться быть прикладным, станет фундаментальным, там, допустим, там, в начале, конце 19 века, там, это, как Пьер и Мария Кюри, там, эти самые рентгены, эти, да, то есть, там, начинали какие-то прикладные исследования, раз натолкнулись на какие-то такие вещи, которые ушли, там, вообще перевернули физику, там, да, ядерную физику, там, создали, там, еще, там, вот. Сегодня прикладное, завтра оно превращается в фундаментальное, и наоборот, фундаментальное, потом, что, дальше мы как-то на основе фундаментальное делаем, так называем, прикладные, и, конечная цель, ну, здесь уже, с одной стороны, как бы, вверх, да, с точки зрения фундаментальной, они научную картину мира нам проясняют, с другой стороны, они что, дают нам фундамент, для чего, для практики, да, для для каких-то конкретных технологий, и так далее, то есть, и это тоже очень серьезная работа, то есть, трансформировать фундаментальное здание, во-первых, нужно его понять, фундаментально, какие-то закономерности, какие-то основы каких-то наук, какой-то науки, да, и как его потом применить, да, как его применить на практике, в технике, то есть, вот, для этого, ну, вот, можно так условно придерживаться, что есть прикладные, вот, есть прикладные исследования, в частности, вот, что касается, ну, иногда сравнивают, вот, наука с Вавилонской башней, да, то есть, что специалисты перестают понимать друг друга, то есть, вот, это вот расхождение по дисциплинам, как на разных языках начинает, то есть, есть комплексные исследования, еще монодисциплинарные, междисциплинарные, вот, и вплоть до, да, здесь, ладно, еще ряд исследований, вплоть до разработки, то есть, это некое практическое исследование, есть еще научно-исследовательский опытно-конструкторские работы, вот, вплоть до какой-то разработки, то есть, когда ты фактически, что, основываясь, то есть, зная современные, там, допустим, какие-то положения фундаментальных, там, через прикладные, через научно-исследовательский опытно-конструкторские работы, вплоть до какой-то конкретной вещи, ты ее, там, реализовал, там, какое-нибудь изобретение, там, патент на полезную модель, там, сделал, просто, в конце концов, рационализационное предложение, как-то, там, усовершенствовал технологический процесс, там, получил прибыль какую-то, да, там, и так далее, то есть, вот такие вот все вещи, так, ну, я немножко, как бы, увлекся, вот, дальше мы, возможно, на следующих встретимся, на следующих встречах, ну, дальше еще поговорим, может быть, о научном методе, там, классификация научного знания, вот, там, всяких дисциплин, дисциплинарных подходах, там, конкретных, там, метод, а может, там, по вашим, да, вот этим уже конкретным направлениям деятельности поговорим, вот, особенно, что касается математического моделирования, мне хотелось бы, ну, какой-нибудь, вот, или Николай Владимирович, может, подготовит, или, там, кто-нибудь из наших, да, вот, ну, на этом я, наверное, буду заканчивать свою, свой монолог, сказать, больше, вопросы, пожалуйста, задавайте, если есть. Спасибо.